Послание к римлянам, одиннадцатая глава Как он жалуется Богу на Израиля, говоря, Господи, пророков Твоих убили, жертвенники Твои разрушили, остался я один, и моей души ищут. Что же говорит ему божеский ответ? Я соблюл себе семь тысяч человек, которые не преклонили колено перед валом. Так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток. Но если по благодати, то не по делам, иначе благодать не была бы уже благодатью, а если по делам, то это уже не благодать, иначе дело не есть уже дело. Что же, Израиль чего искал, того не получил, И избранные же получили, а прочие ожесточились. Как написано, Бог дал им дух усыпления, Глаза которыми не видят и уши которыми не слышат даже до сего дня. И Давид говорит, да будет трапеза их сетью, тенетами и петлею в возмездии им, да помрачатся глаза их, чтобы не видеть, и хребет их, да будет согбен навсегда. Итак, спрашиваю, неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть? Никак. Но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность? Если же падение их богатства миру и оскудение их богатства язычникам, то тем более полнота их. Вам, говорю язычникам, как апостол язычников, я прославляю служение мое, не возбужу ли ревность в сродниках моих по плоти и не спасу ли некоторых из них? Ибо если отвержение их примирение мира, то что будет принятие, как нежизнь из мертвых? Если начаток свят, то и целое, и если корень свят, то и ветви. Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись перед ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Скажешь, ветви отломились, чтобы мне привиться? Хорошо. Они отломились неверием, а ты держишься верою? Не гордись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя. Итак, видишь благость и строгость Божию, строгость к отпадшим, а благость к тебе, если пребудешь в благости Божией, иначе и ты будешь отсечен. Но и те, если не пребудут в неверии, привьются, потому что Бог силен опять привить их. Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более сии природные привьются к своей маслине. Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне этой, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти, до времени, пока войдет полное число язычников. И так весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Якова. И сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их. В отношении к благовестию они враги ради вас, а в отношении к избранию возлюбленные Божии ради отцов. Ибо дары и призвания Божии непреложны. Как и вы некогда были непослушны Богу, а ныне помилованы, по непослушанию их, так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы. Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать. О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия, как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его. Ибо кто познал ум Господень, или кто был советником Ему, или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Ибо все из Него, им и к Нему, Ему слава вовеки. Аминь.